Сегодня на библейском портале Экзегет мы будем говорить об Успении Пресвятой Девы Марии. Праздник Успения — это не печальный праздник, это день торжества Девы Марии. И в самом православном богослужении на этот праздник содержатся слова, которые как бы рассказывают о главном смысле этого события. По-славянски это звучит так «како Дева восходит от земли на небо». Поэтому в Успении Девы Марии обнаруживается слава Пресвятой Девы Марии. И такая ее кончина является образом благочестивой кончины для каждого верующего человека. Такая ее кончина является образом Пасхи, то есть воскресения, которое ожидает каждого верующего в Иисуса Христа. Она прожила после Вознесения, согласно Эпифанию Премудрому, еще 24 года. Эпифания пишет, что Деве Марии было 14 лет, когда она от Духа Святаго зачала Христа Спасителя, и в 15 лет она его родила. После смерти Христа, по Эпифанию, она прожила еще 24 года. Следовательно, она почила, когда ей было 72 года. Но есть другая точка зрения, которая излагается в церковной истории, что на самом деле она прожила после смерти Христа 12 лет и упокоилась 60-летней. Ибо апостолы, как сказано в церковной истории, они именно 12 лет после Вознесения Христа проповедовали Святое Евангелие. Когда мы говорим о успении Девы Марии, мы всячески избегаем слова «смерть». Потому что такая благостная кончина, которой сподобилась Дева Мария, ее нельзя назвать смертью в любом смысле и в любом значении этого слова. Известно, что после Вознесения Христа на небо Пресвятая Дева Мария очень любила навещать, посещать места, где Господь крестился, где Он постился 40 дней на горе Искушения, где происходили значимые события из Его жизни. И она жила вот этими событиями, и она испытывала тоску, она стремилась вновь пережить встречу со Христом, ее возлюбленным сыном и Господом. И она молилась и просила, чтобы Господь даровал ей возможность покинуть этот мир и наслаждаться общением с Ним, ее сыном и ее Господом. И тогда она сподобляется явлению ангела, который, войдя в ее келью, сказал, «Радуйся, благодатная Мария, принявшая благословение того, кто даровал спасение Иакову», имеется в виду патриарх Иаков, «Вот, госпожа, я принес тебе пальмовую ветвь из райского сада, прикажи нести ее перед погребальным шествием, ведь через три дня ты будешь восхищена из тела, ибо тебя, досточтимую матерь, ожидает сын твой». Дева Мария отвечает на это приветствие ангела словами, «Если воистину обрела я благодать в глазах твоих, молю, открой мне свое имя, но еще больше прошу, чтобы сыны и братья мои, апостолы, собрались ко мне, дабы я смогла еще раз увидеть их телесными очами, быть погребенной ими и отдать душу Богу перед их взором. И еще об одном прошу и заклинаю, пусть душа моя, покидая тело, не встретит никакого устрашающего духа, и сатана да не властвует надо мною». Вот здесь мы видим, что в Деве Марии сохраняется смирение, нету никакой самоуверенности, и она, подражая Давиду, просит Господа, чтобы в день злые духи не окружили ее блаженную душу в момент выхода из тела. Ангел отвечал ей, «Зачем, госпожа, спрашиваешь об имени моем, оно чудно и преисполнено величие? Ты увидишь, как уже сегодня прибудут к тебе и соберутся апостолы, которые совершат достойное погребение, и в их присутствии ты отдашь Богу душу. Неужели тот, кто некогда за волосы перенес пророка из Иудеи Вавилон, не сможет вмиг доставить к тебе апостолов? Зачем ты страшишься встретить злого духа, главу которого ты уже сокрушила, лишив его всякой власти? Но да будет воля твоя, ты не встретишь его». И вот когда ангел произносит эти слова в неизреченном свете, он начинает подниматься на небеса. Но Пресвятая Дева остается в своей келье, в сиянии вот этой пальмовой ветви, которая из рая была принесена к ней, как залог того блага, которое ожидает ее на небесах. В это время апостол и евангелист Иоанн Богослов находился в Эфесе. И вдруг среди ясного неба раздается грохот грома, спускается огромное облако осеняющее, оно подхватывает евангелиста Иоанна Богослова и переносит с одного места на другое, то есть из Эфеса в святую землю. Увидев его, Мария, конечно же, замерла от счастья, потому что взаимоотношения Девы Марии с Иоанном Богословом были особые, потому что Христос при Голгофском кресте, когда он был в агонии смерти, он усыновил Иоанна Богослова при святой Деве Марии. То есть даже на Голгофском кресте он исполнял божественную заповедь, митцвод, почитая отца и мать, и позаботился о Деве Марии, кто же будет ее оберегать после его смерти и вознесения на небо. И Иоанн действительно был как бы сыном Девы Марии, то есть усыновленным самим Христом, и в лице Иоанна мы все, христиане, почитаем ее своей матерью, потому что усыновлены ей. Она – виновница нашего спасения. Увидев его, Иоанна Богослова Мария воскликнула, «О, сын мой Иоанн, вспомни слова Учителя Твоего, которыми он поручил нас друг другу, как мать и сына. Вот ныне Господь призывает меня, я уплачиваю долг человеческой природе и предаю свое тело Твоим усердным заботам». Вот когда Дева Мария говорит, что она уплачивает долг человеческой природе, имеется в виду, что людям надлежит умереть. Мы знаем, что когда царь Давид умирал, он говорил нечто подобное, его слова звучали так, «Я отхожу в путь всей земли». И далее Пресвятая Дева Мария просит Иоанна Богослова, чтобы он позаботился о правильном ее погребении, так как ей стало известно, что иудеи злоумышляют после ее смерти взять ее тело, похитить и сжечь, чтобы никаких следов не осталось от той, через которую в этот мир явился Христос Спаситель. И проходит какое-то время шум вне этой кельи, Иоанн Богослов выходит, и он видит, как на облаках спускаются апостолы. Апостолы не знали, почему Господь их собрал, тем более таким чудесным образом. Они приветствуют друг друга, так как они давно не виделись. Но Иоанн Богослов посвящает их в тайну успения Девы Марии. При этом он произносит такие слова, «Смотрите, братья, чтобы никто из вас не стенал, видя успение ее, иначе смутятся люди и скажут, вот поглядите, как боятся смерти те, кто проповедует воскресение другим». Таким образом, мы видим чудесно собранные апостолы, становятся свидетелями успения Девы Марии, когда сам Сын ее, Господь наш Иисус Христос, в незреченном свете, в окружении патриархов, пророков, ангелов, спустился за ее блаженной душою, чистой и девственной. И он взял ее блаженную душу на свои объятия, что мы и видим на иконе, на православной иконе Успения при Святой Деве Марии. И после этого начинается процесс погребения, собственно говоря, который начинается восклицанием самого Христа, который возглашает, говоря, «Приди, избранница моя, и я вознесу тебя на трон мой, ибо возлюбил я красоту твою». Она же отвечала «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое». То есть возникает некий диалог между Христом и Пречистой Деве Марии. И тогда все, кто пришел с Иисусом, это патриархи, пророки, они запели, «Вот та, которая не познала беззаконного ложа, она получит плод при воздаянии святых душ». Здесь есть некая такая аллюзия с книгой «Премудрости», 3 глава, 13 стих. «В тот же миг запела и сама Мария, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его». Это прямая цитата из Евангелия от Луки, 1 глава, 48-49 стих. И начинается, собственно говоря, само погребение Пречистой Девы Марии, когда ее тело через какое-то время, после успения, оно несется к месту погребения. И вот здесь иудеи начинают искать эту процессию, которая идет по узким улочкам города, и иудеи слышат пение людей, которые сопровождают тело Пресвятой, но никого не видят, потому что какое-то облако осеняющее, величественное сошло на всю эту процессию, и никто не мог ничего увидеть. Только они слышали пение апостолов и других христиан, которые провожали псалмами Пресвятую Деву Марию. Но Господь сделал так, что один из священников иудейских увидел эту процессию, и он в великой ярости бросается, чтобы опрокинуть одр Девы Марии, чтобы ее тело блаженно упало на землю. Но когда он касается своими руками Адра, причем он вцепился в Одр, появляется Божий ангел, который мечом отсекает его руки, и крепко вцепившиеся культни рук повисают, а он без руки упал на землю. Он видел ангела, он понял, что это гнев Божий. И в этот момент процессия, конечно же, остановилась. Апостолы расспрашивают этого человека, что он хотел сделать, и они объясняют ему, что ангел не вступился бы за Деву Марию, если бы она не была бы избранницей Бога. И вот есть такое предание, что этот Иудей стал первым человеком на земле, на планете, который стал восклицать «Пресвятая Богородица, спасай нас!» И чудесным образом он присоединил свои вот эти культни к тому, что висело на одру, и руки его стали опять целыми, хотя и сохранился шрам по тому месту, где одни части рук отделились от других. И он уже идет вместе с этой процессией, вместе с христианами, уже став христианином через чудо, обнаруженное при погребении Пресвятой Девы Марии. Предание древнее устанавливает, что ее хоронят в пещере, как это и было принято в те времена, и вход в пещеру закрыли. Но через какое-то время появляется апостол Фома, Фома, который все время опаздывает, и ему рассказывают о том, что произошло погребение Девы Марии, и он хочет увидеть ее, чтобы успеть как бы проститься с нею, хотя бы последний раз лицезреть ее. И когда он уговаривает апостолов, и они соглашаются, чтобы показать ему место, где она была погребена. Правда, есть разные предания, иногда называется другой апостол, не Фома. Но когда они приходят на это место, где погребение Девы Марии, отваливают камень, приходят в пещеру, разгребают место погребения, а там никого нету. Они выходят из пещеры, потому что неизреченный свет наполнил и саму эту пещеру, прежде всего пространство перед пещерой, и они зрят на воздущих пресвятую Деву Марию в окружении ангел, архангел, херувим, серафим. И она, как царица небесная, восседает на неком престоле. И тогда все уже апостолы начинают восклицать с другими верующими «Пресвятая Богородица, спасай нас!» И в православной церковной традиции пресвятая Дева Мария, кстати, не только в православной, но и в католической, она выше ангел, выше архангел, выше херувим, выше серафим и после Святой Троицы первое наше упование. Кто-то задастся вопросом, а почему смиренная Дева из Назарета выше ангел, архангел, херувим, серафим? Зададимся вопросом, кто из ангел, архангел, херувим, серафим, обращаясь ко второму лицу Святой Троицы, к Сыну Божию, может сказать «Сын мой возлюбленный»? Никто, только Бог-Отец и пресвятая Дева Мария. И другой вопрос, кто из ангел, архангел, херувим, серафим может любить второе лицо Святой Троицы родительской любовью? Никто, только Бог-Отец и пресвятая Дева Мария. Поэтому в судьбе Девы Марии подобие Богу было восстановлено наиболее полным образом. Она истинная избранница Божия. И давайте вспомним, как некогда ангел, войдя к ней, сказал «Радуйся, благодатная, Господь, с тобою, благословена ты между женами». Это первая глава Евангелия от Луки, 28 стих. Ангел приветствует ее, как благодати полную между всеми женами. И ангел сообщает ей тайну, это событие благовещения, что через нее в этот мир родится Христос Спаситель. Но она спрашивает, как это будет, когда я мужа не знаю. А почему она это спрашивает? Ведь она уже обручена. Ангел является Деве обрученной. И, казалось бы, все логично. И церковь делает такой вывод. Да, она была обручена, но она дала обет девства, а пожилой ее названный супруг Иосиф дал обет оберегать это ее девство. И ангел Божий, раскрыв эту тайну, вопрошает ее, как бы, ты готова к встрече? Что это за встреча? В чреве Девы Марии произошла такая встреча между Божественным и Человеческим, когда Бог настолько приблизился к нам, что он стал одним из нас, нас ради человека и нашего ради спасения. Но этой встрече должно было предшествовать согласию Девы Марии. А готов ли мир людей дать согласие на то, чтобы Бог вошел в нашу жизнь и жил среди нас как человек, как пишет апостол Павел, подобные нам во всем, кроме греха. И тогда Пресвятая Дева Мария отвечает согласием. И это согласие не только за себя, но и за весь род человеческий она выражает согласие на эту встречу. И с этого момента халкидонским определением божественное и человеческое неразлучно, оно неизменно, хотя и не слиянно. И об этом мы читаем уже 38 восьмой стих тогда Мария сказала «Сероба Господня да будет мне по слову Твоему». Она за себя и за каждого из нас изъявила согласие, чтобы Христос вошел в нашу человеческую жизнь и отныне неразлучно, нераздельно, неизменно божественно и человеческое, хотя и не слиянно. И мы знаем, что в Новом Завете она называется иногда Матерью Иисуса. Так мы видим в книге Деяния апостолов первая глава. Но в Евангелии от Луки она называется и Матерью Господа. Смотрите, в Евангелии от Луки первая глава 43 стих это слова праведной Елисаветы, которая восклицает по поводу прихода в ее дом Девы Марии и откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне. Действительно, Дева Мария она Матерь Иисуса, то есть его истинного человечества и Матерь Господа того соединения человеческого и Божественного, которое происходит в ее чреве, что позволяет нам называть ее Богородицей на основании того, что Елисавета называет ее Матерью Господа. Некоторые сомневаются в том, что потом она сохраняла девство, так думают некоторые еретики. Но давайте посмотрим в книге пророка Иезекииля 44 глава 2 стих мы находим такие слова. «И сказал мне Господь, ворота сии будут затворены, не отворются, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены». Вот это пророческое свидетельство о том, что в Деву Марию входит сам Господь, эти ворота, через которые Он входит и потом исходит в чудесном рождении Христа, остаются нерушимыми, ибо Христос, как некогда дверями затворенными, Он вошел в Сионскую горницу, Он вышел из Девы Марии, не повредив ее девство дверями затворенными женских лужезн. И давайте посмотрим текст, это книга «Деяний», первая голова, первая голова, 14 стих, здесь говорится о том, благодаря какому единодушию апостолы получили Духа Святаго, что является для нас свидетельством о том, благодаря какому единодушию и с кем мы тоже приобщаемся к благодати Духа Святаго. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией Матерью Иисуса. Вот это единодушие народа Божия с Марией Матерью Иисуса и Матерью Господа обеспечивает для нас неспосылание на нас благодати Духа Святаго. Ведь это же Слово Божие и любая деталь, любой образ который предлагается нам несет нам некую нагрузку смысловую. Теперь мы посмотрим Псалом 44 10 стих Здесь говорится о том какой славы сподобится Дева точнее уже сподобилась войдя в Царствие Божие. Псалтирь 44 10 Дочери царей между почетными у тебя то есть у Господа встала царица одесную тебя в афирском золоте. Помните друзья некогда апостолы вопрошали кто справа кто слева будет от Иисуса Христа в Царстве Божьем и здесь со всей очевидностью говорится стала царица одеснуя тебя в афирском золоте это Пресвятая Дева Мария которая благодаря своей непорочности и чистоте стяжала великую благодать при этом она проявляла крайнее смирение по слову Божьему Бог гордым противится а смиренным дает благодать теперь мы откроем книгу песни песней 4 7 «Вся ты прекрасно возлюбленная моя и пятна нет на тебе» Пресвятая Дева Мария по учению православной церкви хотя она и имела на себе первородный грех у нее не было личных грехов «Вся ты прекрасно возлюбленная моя и пятна нет на тебе» действительно такое можно сказать только об особой избраннице Божией и в этой же книге «Песнь песней» 5 глава 2 стих о Пресвятой Деве Марии говорится «Голубица моя чистая моя» именно за свою чистоту свое смирение то что никакого греховного пятна не было на ней ибо она была предочищена Духом Святым еще до своего рождения и православная церковь учит что хотя Дева Мария была зачата так же как и каждый из нас как сказано беззаконие зачат но уже в чреве своей матери она получила освящение откуда мы это знаем иначе бы церковь не отмечала бы ее Рождество сказано в Псалтире беззаконие зачат во грехе родила меня мать моя следовательно праздновать что-либо рождение как греховный акт в церкви невозможно и неприлично но мы знаем что Иоанн Креститель исполнился духа святаго еще отчрева своей матери как сказал архангел Гавриил его отцу Захария мы знаем что пророк Иеремия был предызбран Богом очищен и освящен в отчреве своей матери первая глава книги Иеремия и конечно же это Дева Мария которая предызбранница Божия а что удивляться если о всех верующих христианах сказано что Бог избрал нас еще прежде сложения то есть создания мира тем более Пресвятую Деву Марию И вспомним друзья что в Библии есть разные образы Пресвятой Девы Марии это и видение патриарха Иакова лестница от земли до неба которая соединила небесное и земное божественное и человеческое это храм Божий в момент освящения когда присутствие Духа Святаго так наполнило храм что какое-то время никто не мог войти как и Деве Марии было сказано сила Всевышнего осенит тебя и рождаемая тебя святым наречется это и ковчег завета когда он поднимался то говорили Господь поднялся когда ковчег несли говорили Господь идет когда ковчег останавливался говорили Господь остановился Пресвятая Дева Мария вместила в себе невместимого и Церковь чествует ее что чрево ее бысть пространнейшее небес она залог нашего спасения и Дева которая днесь восходит от земли до неба она являет образ Церкви в ее вознесение в встретение Христу жениху как мы знаем из Нового Завета что встреча Церкви со Христом в его втором пришествии будет телесно потому что первые воскрешнут верующие в Иисуса Христа и они будут возноситься в встретение Христу а те которые доживут до второго пришествия Христа они уже не умрут но изменятся и тоже будут телесно возноситься и Дева которая днесь восходит от земли на небо являет нам образ этой встречи Христа жениха с церковью невестой она залог чистоты Церкви она слава Церкви она по Святой Троице первое наше упование и в одном древнем молитвословии мы находим такие слова никогда не было и никогда не будет человека который обращаясь к Деве Марии не был бы услышан и действительно друзья вспомните моменты когда нам было особенно тяжело когда весь мир как бы обрушивался на нас в силы зла скрежет адских врат и нам казалось что сейчас за наши грехи падения Божьи правосудия нас изничтожат расплющат а бесы и демоны посмеются над нами и вдруг вместо наказания благословения вместо недугов исцеления вместо грома и личного Армагеддона нечаянная радость что это может означать как не то что Пресвятая Дева Мария опять умолила Сына Своего по поводу нас и милосердие Божие излилось на жизнь каждого из нас и в древние времена был такой случай когда один подвижник был восхищен в Царстве Божьем как некогда апостол Павел был восхищен до третьего неба и этому подвижнику были показаны красоты рая и он видел там патриархов он видел там апостолов он видел там священно-мучеников но он нигде не увидел Деву Марию и тогда этот подвижник взмолился и попросил сопровождавшего его ангела ответить на вопрос где Дева Мария на что ангел ответил она там где ваша скорбь она там где ваши недуги она там где ваши болезни она нечаянная радость она всех скорбящих радости днесь Дева восходит от земли на небо открывая доступ для человеческого естества в общении с вечным Богом Отцом в Его Сыне Богочеловеке Христе Иисусе с праздником вас всех дорогие друзья Девушки отдыхают Продолжение следует...